МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вот уже которое десятилетие ученые спорят между собой, что такое вирусы, откуда они взялись, опасны они для нас или полезны. Обо всем об этом мы поговорим сегодня в нашей программе «Пределы возможного». Природа многообразна в проявлении своих форм. Одна из них – таинственные вирусы. Некоторые ученые до сих пор считают, что, возможно, это не организмы, а первичная форма жизни, которая появилась когда-то на Земле. Миллиард лет назад один из вирусов мог внедриться в клетку бактерий, и из этого получилось клеточное ядро, которое впоследствии привело к образованию многообразия флоры и фауны, включая нас с вами. В настоящее время, так сказать, вирусы являются достаточно серьезным объектом изучения. И объектом изучения не только с биологической точки зрения, но и с практической точки зрения. Геном человека изобилует остатками древних вирусов. Почти 400 видов – это около 10% встроены в него и дают команды организму человека. Так что же такое вирус? До сих пор пока неизвестно, откуда взялись вирусы. Существует три основных гипотезы, которые говорят о том, что или представляют собой они препробионтов, то есть самый первый этап формирования жизни, являясь таким своеобразным сочетанием различных органических соединений. То ли это результат редукции бактериальных клеток, но в настоящее время наиболее такой приемлемой является гипотеза взбесившихся генов. Что это части информации наследственной, которые вышли за пределы клеточного мира и солью по себе существует как кавы. Слово «вирус» произошло от латинского слова, обозначающего яд или грязная жидкость. Впервые вирусы были обнаружены в 1892 году русским ученым-микробиологом Дмитрием Ивановским. Он сумел доказать, что болезни табачных растений развиваются из-за существ во много раз меньших, чем бактерии. Речь шла о вирусе табачной мозаики, который имеет достаточно простую структуру. Выделить вышеуказанный вирус в чистом виде удалось американскому биохимику Венделю Стэнли, за что ему в 1946 году дали Нобелевскую премию в области химии. Самыми последними были обнаружены так называемые ретровирусы. Ретровирусы интересны тем, что в отличие от вирусов других, у них происходит процесс обратный. Во всех клеточных элементах у нас происходит синтез РНК на ДНК. А вот ретровирусы несут рибонуклеиновую кислоту, на которой в последующем синтезируется ДНК. То есть фактически происходит следующее. Они, попадая в клетку, синтезируют участок молекулы ДНК и вставляют в ДНК клетки хозяина. Опасны вирусы или полезны? Однозначного ответа до сих пор нет. Одни говорят, что вирусы заставляют нас совершенствоваться, учиться укреплять свою иммунную систему, бороться со стрессами. Другие напоминают о последствиях птичьего, свиного и других разновидностей вирусов гриппа. Очень часто, говоря о вирусах, люди, в общем-то, представляют их как какие-то вредные компоненты нашей среды, которые в данном случае вызывают в основном заболевания различные и так далее. На самом деле роль вирусов в природе очень велика. Дело в том, что они являются одним из важнейших элементов эволюционного процесса. Перенося генетическую информацию от клетки к клетке, они порождают новые виды изменчивости, вызывают мутации и тем самым стимулируют эволюционный процесс на образование новых форм в новых условиях среды. Вирусы являются своего рода носителями генетического разнообразия в природе. Известно, что некоторые из них могут взаимовыгодно сосуществовать с человеком. Когда, так сказать, ну, например, осуществляли прививки от дифтерии, то оказалось, что не вызывают эти прививки непосредственного возникновения иммунной реакции. Оказывается, у детей еще с раннего возраста существуют такие вирусы, которые уже могут бороться, так сказать, с этой болезнью. Не исключено, что самой своей жизнью мы обязаны вирусам. Часть из протеинов, закодированных вирусной ДНК в организме матери, корректирует иммунную систему организма, чтобы она не атаковала эмбрион во время развития. Говоря о плохой стороне в плане, так сказать, действий вирусов на организмы, нужно сказать, что открытые вирусы и для растений, и для животных. Вирусы могут вызывать различные заболевания. Вирусы могут, ну, считается, что большинство раковых вариантов заболевания являются вирусными, как таковыми. Вот. Вирусы могут, так сказать, влиять и на генетический аппарат, вызывая различные мутации у животных, растений, у микроорганизмов и так далее. Но вирусы унесут и пользу. Например, бактериофаги сдерживают рост различных бактерий в нашем мире. Кроме этого, вирусы можно применять в борьбе с различными болезнями. Оказалось, что очень легко, что вирусы представляют собой очень хороший объект для изучения генетической информации. Вот. Можно... Участки ДНК или РНК, содержащие вирусы, достаточно короткие. Их можно изучить... В них можно изучить, вернее, последовательность нуклеотидную, каковы, взаимосвязь нуклеотидов друг к другу и значение тех генов, которые заложены в этих участках. Сегодня вирусы научились использовать для получения геномодифицированных продуктов новые свойства известных овощей, нередко результат воздействия своеобразных искусственных вирусов. Сам процесс геномодификации производится введением большого количества этих вирусов. До сих пор не разработаны методы оценки следующего плана, а все ли вирусы израсходованы. То есть в данном случае может произойти... То есть никто не гарантирует, что может попасть геномодифицированный продукт, содержащий не только клеточные модификации, но и вирусы. Вирусы вот эти. Эти вирусы могут воздействовать и на клетки, так сказать, непосредственно того человека или животного, который потребляет в данном случае эти компоненты. К сожалению, пока еще нет полной оценки воздействия этих вирусов. Зато есть некоторые любопытные исследования, касающиеся изучения ГМО. Так, первый отрицательный опыт был получен при создании учеными картошки, которая могла сама с помощью специальных ферментов расщеплять хитин у колорадского жука. После такого завтрака или обеда у насекомого растворялось хитиновое покрытие, и оно погибало. Однако опасным овощ оказался не только для жука. Во время проведения опытов выяснилось, что после такого картофельного рациона у крыс не только расщепляется эпителий кишечника и желудка. Английские ученые в одном из университетов исследовали применение геномодифицированного картофеля, в который введен ген земляной вот этой бактерии – бациллоз. Так вот, у опытной партии крыс, которые кормили геномодифицированным картофелем, наблюдались сильные проблемы с иммунитетом. Затем был поврежден кишечно-желудочный тракт, и что особенно поразило ученых – уменьшилась масса мозга. Эти данные научным миром были восприняты с осторожностью. Ученого, который этим занимался, даже уволили из университета. Но потом независимая группа ученых повторила этот эксперимент, и оказалось, что действительно полученные данные достоверны. Похожие эксперименты проводились учеными и позже. Они показали, что влияние геномодифицированных продуктов проявляется у животных через поколения. Опыты на мышах всерьез озадачили ученых. При кормлении мышей геномодифицированные свойства этой пищи проявляются не в первом, не в втором, а в третьем поколении. И приводит к тому, что третье поколение перестает размножаться. Поэтому мы пока не можем сказать, насколько они вредны или полезны, насколько это нужно посмотреть в длительном ряду поколений. Но хотелось бы, чтобы это делалось все-таки на животных сначала, а не на людях. Между всем геномодифицированные растения более урожайны, чем обычные примерно на 20%. Более устойчивы к стрессовым ситуациям, засухам, понижениям температур, засолению почв. Эти урожаи могут также содержать различные необходимые тому или иному населению добавки. Так, например, геномодифицированный рис в Средней Азии обогащен витамином А и железом. Биологи отмечают, что генная инженерия – бесспорно очень перспективное направление. Но многие технологии пока еще отрабатываются, и относиться к ним надо с осторожностью. Наша жизнь такова, и движение вперед таково, что мы будем наращивать это и усиливать использование биотехнологической продукции. Но некоторых пугает, да, что при этом вторгаются в генотип, то есть изменяют работу генов. Да, это страшно, но надо просто как-то контролировать этот процесс, а не запугивать всех, что это невозможно. Сейчас научились вырезать отдельный ген у одного организма и переносить его в другой организм. Но, как правило, это делают сейчас с микроорганизмами, так попроще. Ну, наверное, кого-то пугает, что, допустим, ген свиньи можно поставить в дрожжевую клетку, и дрожжи будут производить продукт, который в норме производит только свинья. Но, с другой стороны, ген человека, который контролирует производство инсулина нашей поджелудочной железой, пересадили в микроорганизм, и эти микроорганизмы, эти бактерии производят совершенно человеческий инсулин. Люди, страдающие диабетом, могут его использовать, могут делать себе уколы из чисто человеческого инсулина, который является наилучшим средством для борьбы с диабетом. Мы пока еще не до конца осознаем, как прочно уже вошли биотехнологии в нашу жизнь. Сегодня даже обычные порошки, которые позволяют стирать в теплой воде, это продукт генной инженерии. Действительно не требуется кипячение белья. Откуда взялись эти порошки? Наделали ферментов под названием энзимы и стали добавлять в эти порошки. То есть искусственно производят ферменты, которые в норме должны вырабатывать либо микроорганизмы, либо наш кишечник. Их сейчас производят, в массовых количествах добавляют в порошки, и мы стираем к полному своему удовольствию, в мягких условиях получая чистое белье. На прилавках мы можем видеть огромное количество генномодифицированных продуктов. Например, некоторые помидоры могут стать красными всего за несколько часов до прихода покупателя. Дело в том, что в ДНК таких томатов встроен ген североамериканской морской комбалы, поэтому они при низкой температуре могут храниться долгое время в зеленом виде, а при более высокой краснеют. Подобные продукты генной инженерии одни называют бомбой замедленного действия, другие утверждают, что они могут спасти человечество от голода. Между тем, спор о вреде и пользе ГМО для рядовых потребителей уже потерял смысл, потому что мы давно их едим. Практически все колбасные изделия содержат в качестве добавки сою. Но вся соя практически модифицированная, генномодифицированная. То есть мы уже давно употребляем генномодифицированные продукты. Просто потребитель должен знать, что он ест. Соответствующим образом должны маркироваться. Те же самые сосиски, колбасы и так далее. Если продукт содержит даже 1% ГМО, об этом обязательно должно быть сообщено на упаковке. Соответствующие изменения в закон Российской Федерации о защите прав потребителей были внесены 12 декабря 2007 года. Однако проблема в другом. В России разрешено использовать около 70 генетически модифицированных микроорганизмов для пищевой промышленности. Когда говорят и пишут, что не содержит ГМО, то есть не содержит генетически модифицированные организмы, но никто не пишет, что не содержит продукты этих генетически модифицированных организмов. То есть где-то стоят огромные чаны с дрожжами. Эти дрожжи вырабатывают какой-то продукт. Сами дрожжи отфильтровываются, продукт собирается и где угодно добавляется. Можно смело писать, не содержит ГМО. Потому что сами модифицированные генетически измененные дрожжи остались в чане, а мы используем только их продукт. Ну, такого сейчас полно. На данный момент генетики пишут, что употребление в пищу геномодифицированных продуктов не наносит непосредственного вреда организму человека. Однако этот факт еще не подтвержден временем. Большинство современных ученых делают ставку на генную инженерию. Они говорят, что в будущем она принесет много полезного в наш мир. Одна из наиболее интересных последних разработок – создание фиолетовых помидоров с высоким содержанием пигментов, с антиоксидантным действием. Исследователи уверяют, что такие помидоры защитят организм от возрастных изменений, болезней сосудов и даже опухолей. По крайней мере, фиолетовые томаты так влияют на мышей. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин